В Артёме при школах города открыты консультационные окна, через которые учителя помогают родителям оформить получение денежных выплат на детей. Об этом глава округа Вячеслав Квон доложил губернатору края во время выездного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам артёмовского градоначальника, помощью через эти окна уже воспользовались свыше двух сотен родителей, у которых возникли проблемы с оформлением заявлений через портал госуслуг. Педагоги прошли обучение по линии пенсионного фонда и соцзащиты, и в каждой школе по два специалиста к услугам родителей с 9 утра до 3 часов дня. Не так легко обстоят дела с помощью по оформлению выплат для предпринимателей. Там есть часть субсидий, которые не получают напрямую, подаются на федеральный сайт, но возмещение там идёт уже напрямую и даже наше не отслеживает. Не все ещё попадут под это действие. Попадут те, кто официально, у кого была приостановлена работа. То есть таких предприятий у нас не так много. Там же у них ещё другая проблема есть. Там не все числились зарегистрированы. Но это что сделать? Это закон, и не надо его просто нарушать, нужно регистрироваться. Поэтому это их уже проблема. В качестве помощи предпринимателям, которые не получат материальную господдержку, в Артёме открыты места на общественные работы. Губернатор края подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции контролирует 38 административных комиссий вместе с полицией, МЧС, Росгвардией и Роспотребнадзором. К примеру, только за сутки они составили 258 протоколов о нарушениях. В суде рассмотрено уже 82 дела. Орган местного самоуправления в Роспотребнадзор направлено 74 материала по выявленным фактам несоблюдения санитарных требований в деятельности организации для принятия решений по компетенции. Мы с вами работаем на то, чтобы все те показатели, при которых разрешено поэтапно снятие ограничений, выполнялись. Главы районов доложили о текущей работе по пресечению нарушений санитарных норм. В Артеме, например, под пристальным вниманием и междугородний транспорт. В нем даже транзитным пассажирам измеряют температуру. Однако, на основе полученных сведений специалисты делают вывод. Ситуация в Приморье не позволяет снимать ограничения. Снижение заболеваемости у нас не наблюдается. Отмечается степень распространения инфекции. Поэтому на сегодняшний день снятие ограничительных мероприятий, переход на первый этап на территории Приморского края, невозможен. У нас по количеству случаев 608 по Владивостоку, 252 случая по находке, при том, что, как мы и говорим, в находке в 4 раза меньше населения. И по заболеваниям 100 тысяч населений на первом месте стоит находка 169,9 случаев. Город Артем 30. Донереченские и Донереченские районы 26,4. Олег Кожемяка подчеркнул, что на сегодняшний день в крае по-прежнему сохраняются ограничения. От того, насколько будут соблюдены эпидтребования в ближайшие дни, зависит срок по этапу снятия ограничений. Те предприятия, кто не соблюдает этот санитарный режим, те, кто может допустить у себя вспышки заболеваний, помимо того, что сами они будут остановлены, находиться будут 14 дней на карантине сотрудники, и штрафы будут выписаны. Мы должны приучить и население к соблюдению санитарных норм и правил. Мы должны приучить руководителей предприятий их соблюдать. Мы должны добиться того, чтобы прирост где-то балансировал в размере 3-4%. Соответственно, изменятся показатели, и мы приступим к поэтапному снятию ограничений. Поэтому у нас не открываются парки, не открываются места массового посещения. Они должны быть ограничены, доступ туда тоже должен быть ограничен. За последние сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Ирина Анциферова, Иван Петров, Даная Михайлова, Артем ТВ.